Дорогие коллеги, позвольте начать нашу встречу, наш вебинар, который проходит в офисе организации соревнования. И сегодня мы хотели бы с вами поговорить о такой важной теме, как участие общественности в развитии организации, и в частности, как организация работает со своими внутренними органами управления, насколько эффективно выстроена система обрядования, как мы взаимодействуем с нашими членами организации, и вовлекаем ли мы их в нашу деятельность, ориентируем ли мы нашу деятельность на их потребности, изучаем ли основные нужды и ту сферу, которая интересна на сегодняшний день нашим членам организации, взаимодействуем ли мы с клиентами нашей организации, и насколько эффективно выстроена наша коммуникация с внешним миром, с ключевыми заинтересованными сторонами. Сегодня мы будем с вами работать в составе трех участников. Я, Владимир Шейбус, являюсь исполнительным директором организации «Сарь Вьетнаме». Мы рады, что к нам присоединилась поговорить об этом Анна Булевская-Чернышка, которая является директором Украинского форума благотворителей. И мы рады отметить, что мы являемся также членами этой организации, и знаем, что Украинский форум благотворителей имеет огромный опыт работы с разными уровнями, которыми представлен орган управления организацией и, в частности, управление и члены организации. Но об этом мы еще будем говорить. Добро пожаловать, Анна. Спасибо вам за приезд. И с нами еще будет работать сегодня Андрей Донец, который является менеджером по организационному развитию «Сарь Вьетнаме», а также тренером некоторых европейских программ, имеет солидный опыт и тренерской практики, и работы, построение, выстраивание, так сказал бы, структуры управления разных организаций. И сегодня он вместе с нами будет говорить про тему, которая на английском языке излучит даже... Доброе утро. Констиненции. Консистенции. Консистенции. Ну, давайте посмотрим, о чем мы будем сегодня с вами говорить. Вы можете задавать свои вопросы, используя систему месседжей, систему, которая похожа на Facebook или Skype. Вы просто можете писать свои вопросы или комментарии, и мы по ходу презентации и обсуждений будем отвечать на ваши вопросы. И в конце нашей встречи мы постараемся соединить всех, кто сможет говорить, если технически настроены ваши компьютеры и микрофоны на такую функцию, и сможем обсудить вопросы вживую. Ну, и позвольте сообщить, что все, что мы сегодня будем делать, будет записано на носителе и выставлено в доступе в онлайн. И каждый участник, даже те, кто не смогли присоединиться сегодня или не смогли настроиться технически на общение, смогут в записи увидеть нашу с вами работу. Перед вами все время будет презентация, вы сможете ее наблюдать, а также в будущем вы сможете скачать ее с нашего веб-сайта, и ссылку мы также вам предоставим. Спасибо. Ну что, давайте пытаться разбираться в том, что такое консистенции, и начнем с каких-то азов, и с нашего видения того, что это такое. Андрей, я передаю вам возможность начать нашу встречу. Продолжение. Продолжение следует... Добренько всему. Еще раз витание. Перед тем, как говорите про подзвитность, перед тем, как говорите про удовлетворение, это буквально невеликий взгляд. Про пять основных правил, что мы можем делать для того, чтобы наша реактивация была последована и добра взаимодействована с моими живыми аудиториями, с моим урядуванием, менеджментом, партнерами. И самое главное, что нам рекомендуют, это то, что мы практикуют, что кто хочет. Если организация что-то говорит, что делает, то цель и аутофрукты, партнеры, от нее тоже ждут соответствующих действий. Ну и можно как-то вступить, чтобы представить океанский витринник. Знаем, что это очень сложная вещь, где много витрин, где много всяких принадь. И каждый член экипажа этого витринника за что-то отвечает. Но если они начнутся работать разно, то может остаться проблем. Целый час этот витринник мусить поправлять витрила, корректировать свой хит в зависимости от витру. Но если и другие члены команды кинуть вякер, то он начинает просто ходить по колу. И поэтому последовательность нашей деятельности и залагоженность действий в организации это очень важный. Поэтому первый посыл из этих правил, чтобы необходимо держать прямой курс, комуникувать точно и эффективно, и уникать суперечливо от верных действий. Доброе, тогда, когда наша организация работает последовательно, это позволяет проводить, оценивать, смотреть, если мы прогрессируем в нашей деятельности, если мы развиваемся, если мы начнем делать что-то на самом деле, то это последовательно, в разрешении определенного времени. Поскольку если мы будем постоянно изменять тактики, если мы будем постоянно изменять свою деятельность, то нам будет тяжело визначити, то нам будет тяжело вимирять, чи досягаемо прогрессу, чи спрацьовуєте, что мы делаем, или нет. Так, таковая деятельность организации очень поддерживает подзвутности, как в середине самой организации, так и в середине громади, в середине того середорожчев, где организация працует, и менеджеры проектов, и члени правління организации, они помогают своих співробітников, чтобы они досягали певных результатов, чтобы они звездовали про свою деятельность, звездовали так же, как они досягают целей поставленных перед организацией. Там, в свою очередь, співробітники организации, они тоже ожидают от керевництва, чтобы они были доступными. Мы работаем не на какую-то корпорацию, не на каких-то далеких людей, а что те люди, которые управляют организацией, они доступны, мы с ними можем говорить, проводить регулярные встречи. Ну, и это так же сприяет успеху функционирования организации, ну, и успеху реализации проектов. А так же, когда мы что-то делаем для громады, то мы не больше ожидали изменений в поведении людей. Они або ты сведомо, або сведомо ожидали последовательной регулярной информации с нами. Они тоже очень летельно за нами смотрятся, они замечают, что, если наши слова сходятся с нашими диями. Наступное правило, это то, что последовательность деятельности организаций створяет нашу репутацию как организация. Нам необходим послужить список успехов нашей организации. Его неможливо створить, если постоянно перемираться на різную деятельность. На жаль, громадские организации в Украине, они это очень грешат, потому что на то, что выделяется финансирование, то мы и работаем. Натомість есть рекомендация, что нужно поддерживать своего курса, не марнувать усилия, не распороживать усилия на разные виды деятельности. И мы можем побачить, что проблема часто полягает в том, что организация не дотримается курсу, она не может бачить, насколько эффективно она працует в каком-то одном конкретном моменте. Так само последовательность работы организации проводит актуальность нашей организации. И співробитники, и цельевые аудитории нашей организации должны иметь предбаченный потек информации. Они у нас этого ожидают. Да, занадто часто складывается то, что организации проводят свои информационные заходы або на кинции, або на начатку проекта. Ну и тогда этот информационный потек набирает потужности. Есть два всплеска на начатку и в конце, а между ними такая пустота выходит. Поэтому может складываться такое впечатление в наших цельевых аудиториях, что то, что между начатком и кинцем проекта происходит не важливо. Поэтому рекомендация, что необходимо регулярно информировать, поддерживать контакт с целью аудиторией через блоги, чтобы создавать информационные то, что будет информационные то. Ну и еще пяти правило, это что последовательная деятельность организации поддерживает наш ключевый то, что организация хочет сказать на околочном среде, на околочном свете. И это происходит как в середине организации так и на околочном организации организации партнеры цельной аудитории они определяют не столько ж много уваги в том, что мы делаем, а даже больше уваги в том, что мы делаем, чем что мы говорим. и последовательность наших действий тоже служит прикладом для поведения, для изменения наших цельных авторий, партнеров, команд. Спасибо, Андрей, за такой экскурс, такую вводную часть. Я думаю, что нам стоит поговорить об этом и поговорить о примерах из жизнедеятельности наших организаций. Сегодня бесспорным является то, что организация, если она себя считает действительно общественной, а не частной организацией, она имеет огромное количество людей с сторон, которые окружают эту организацию. организация не является просто директором, не сосреди с директором и одного, двух, трех, пяти или шести сотрудников. Организация это целая система и нужно четко понимать, где есть система, которая управляет этой организацией, где это граница, где организация является частной структурой, похожей на небольшое предприятие, которое работает для себя, и где действительно организация является публичной, работает на общественный интерес и соответственно пытается своей деятельностью помочь обществу и минимум части общества, которые объединились в эту организацию и ревизуя права, свободы и интересы. анна, скажите, из того, что мы уже успели обсудить, что для вас считается интересным, важным, может быть, в его обществе, уже сейчас в этой организации или предыдущих ваших активностей в третьих секторах. Я абсолютно согласна с презентацией Андрея, что на сегодняшний день для Украины цельная последовательность, концепция последовательности для общественных организаций, бакуторитных организаций является очень важной. И вот наша развитие истории нашего общественного сектора показывает, что те организации, которым удается, несмотря на все трудности, выстроить стратегии последовательности, понимание цели и идти к ней, то эти организации есть те, которые им более приспособляемы, выживаемы, и, несмотря на какие-то сложные катаклизмы, им удается находить ресурсы, им удается двигаться вперед. Украинский форум-выбокровитель, который у меня сегодня работал, у меня уже прошел седьмой год работы в форуме, на мой взгляд является таким очень ярким примером, потому что та сфера, с которым мы работаем, и задачами, с которыми мы работаем, развитие благотворительности в Украине, мы не занимаемся конкретными проблемами детей сфера, мы не занимаемся здравоохранением, мы не оказываем адресную помощь, мы занимаемся развитием сектора, и это очень сложно, потому что давайте подумаем, ни одной конкурсной программы донорской, европомиссии, программы технической помощи в последние 5-6-7 лет, это просто нас трудно себе представить, они отсутствуют, это единичные вот такие возможности получения какой-то грантовой поддержки. отсутствуют в комментировании украинского благотворителей или в принципе? Она отсутствует в контексте, потому что на сегодняшний день в последние годах в Украине приоритеты для комментирования больше идет либо развитие местных сообществ, либо правозащитная деятельность, поддержка средств массовой информации, но развитие благотворительности как сектора последние 5-7 лет никто не выделяет ресурсов. Поэтому нам пришлось все-таки быть жестким для себя и вот последовательным несмотря на то, что существовало много каких-то там соблазнов, все, денег нету. Давайте начинать что-то конкретное, решать какие-то проблемы. Мы не подавались. Поэтому возвращайтесь к тем, что сегодня все равно эти ресурсы, когда общество, стейк-холдеры видят, что организация занимается в этой сфере самонаправленно, значит, в глазах общества эта организация становится экспертом. И тогда ее экспертный потенциал начинает использовать неожиданно для самой же организации. И находятся какие-то новые источники поддержки, находятся новые проекты, новые инициативы, которые, возможно, они не всегда такие доходные, но они помогают поднимать репутацию организации и таким образом привлекать какие-то другие инвестиции. Например, тот же Украинский фонд благотворителя. Еще два-три года назад нам было трудно представить, что мы можем влиять на политику. Сегодня Парламентский комитет по культуре и духовности высылает нам на рецензию законопроекта, который касается любой изменения, которое у нас с депутатами законно благотворительной деятельности и связанное с ними. Это то, что было наработано. Если сегодня мы говорим, что идут какие-то политические вопросы относительно благотворительности, последние брать ситуации Майдан, по-кругому не было активизации благотворительности, то журналисты средства массовой информации сегодня выстраиваются в очередь за комментариями, за экспертной оценкой, за публикациями Украинских форумов благотворителей, потому что наша последовательная работа, несмотря на все трудности и продвижение к главной мысли эффективной прозрачной благотворительности, открытая организация, отчетность, выстраивание системных программ, это все уже планируется в общество, общество видит разные начинают администрации президента, кабинет министра, средства массовой информации, не говоря ужасно имплата. Таким образом вы играетесь по сути лидером в сфере развития и поддержки и плодотворительности в Украине. И это достигнуто тем, что вы не брались там, где легче заработать деньги. Абсолютно верно. И вот те организации, которые, несмотря на трудности, имеют свою цель, имеют стратегию, и идут жестко от нее, они становятся эксперт и эксперт и они получают вес, и они получают значимую сглосообщество. То есть рано или поздно такое отношение к организации как к лидеру в том или ином секторе, в частности если мы говорим про украинский фронт благотворителей, то есть это сектор благотворительности. Если бы вы занимались развитием регионального лидерства или развитием вместо лидерства и работали бы на пол-эгглов в этой лидерстве, то вы бы получили признание или об этом в сфере. Но если бы вы занимались и тем, и тем, и тем, и кто не понимал как вы организованы. Конечно. У нас бы не было вообще таких масляторов. У нас бы не было потому что организации сегодня, но они не могут, они либо должны быть там сжатым олигархом, либо иметь там крупные ресурсы глобального фонда как лично сервисные, чтобы охватывать. Но итог, фокус, он есть, присутствует. Иначе организация теряется и никто не может понять, чем она занимается и для чего она работает. И у нас есть яркие примеры. Там, например, есть уже ряд организаций, которые, если бы просто детей из Сиры, трехромных интернатов учреждений, то там есть фонд Ахметова, Бладдин фонд кожи и детей, фонд благополучие детей, надеюсь шуток для детей. Вот эти организации, которые в Минопрежене многих лет работают в этой сфере. Все, они не берутся за другого. Глубленный уровень шаг это помогает как в Минопрежене. Мне кажется, это важно отметить, что организация приобретает определенные стадии и соответственно к ней относятся и те, кто владеет ресурсами, готовы поддерживать именно эту сферу направления и соответственно те органы государственной власти местного самоуправления эту организацию, структуру воспринимают как лидеровые анализы сферы и как уже игрока и разум возможно правного игрока, поскольку это организация, которая находится и работает в втором секторе, в котором есть права. это дает определенные эффективы возможно не сколько сразу развития партнерства и внимания, а дальше уже вопрос сферы формует доверие, потому что мы можем иметь репутацию великой и успешной организации, но то, что мы хотим это доверие в Украине. Да, это вопрос сегодня один из ключевых, особенно в тех условиях, в которых сейчас находится Украина, если раньше мы говорили про доверие громады к деятельности тех или иных общественных организаций, то это звучало несколько даже странно и в некоторых случаях и общество не очень понимало этого элемента и этого момента. Но сегодня общество настолько уже само по себе социально становится активным и открытым, что вопрос того, а что это за организация, если могу ли я найти свое место в работе этой организации, могу ли я присоединиться к тем людям, которые уже работают в этом секторе, которые мне интересны, то сегодня эта актуальность только возрастает. Но и не является тем и то, что деятельность организаций, которые финансируют, поддерживают работу общественных организаций в Украине, они все больше и больше склонны к тому, чтобы помогать организациям того, что такое члены организации и интересы кого представляет данная организация и насколько эти интересы действительно являются интересами тех людей, то есть того сообщества, которое организация представляет и чьи интересы лоббирует, защищает, продвигает. Часто нередко организации, которые работают в той ной сфере, подают свои заявки разным донорам на разные темы. и часто сталкиваются в последствии члены конкурсных комиссий с тем, что организация, которая позиционировала себя такой, которая работает с идеями развития громады, теперь уже занимается защитой прав человека и подает на конкурс проектов по защите прав человека. В другом конкурсе они себя позиционируют как экологическая организация. И это не совсем позитивно характеризует организацию. И это непонятно, что у состоит организация, почему она создана, и что она хочет достигнуть. И можно ли достигнуть позиции лидера в том секторе, в котором ты работаешь, если ты не определил, в каком секторе ты работаешь. Потому что методики, контакт, люди, которые блестят процессом принятия решений в этой сфере как с точки зрения громады, так и с точки зрения органов местной власти, государственной власти, местного самоуправления. Другие ключевые заинтересованные стороны на местном уровне, потенциальные партнеры. Тут так много пересечений разных интересов, что если ты не работаешь в определенном направлении, идите, или они не видят в направлении, то ты можешь стать лидером. Да, но еще тоже почему важен этот вопрос именно сегодня, мне кажется, это связано с привлечением потенциальных доноров. Международная программа ухода, все мы это знаем. Сегодня очень важно начинать выстраивать взаимоотношения с бизнесом, потому что бизнес-среда это потенциальная среда для финансирования общественного бухгалтеровного сектора. Бизнес очень специфический, у него есть свои бизнес-процессы, которые ориентированы на четкие задачи, на ожидание каких-то результатов, четких яснов. И поэтому когда сегодня бизнес-компания встречается с морем организации, у которых не прописано, непонятно, и их деятельность является хаотичной, то это вызывает как раз степень недоверия между бизнесом и общественной организацией. Им легче придумать что-то делать на счастье дней, чем разбираться в этом сложном нашем мире организации. Поэтому выстраивание четких своей стратегии, своей тактики, сфокусированной, понятной, она для общественных реализаций является тем шагом, который будет мостиком доверия между бизнесом, для которого станет понятным, чем занимаются организации. сфокусированной. То есть если мы работаем и ориентируемся не только и не столько на поддержку из другого такства, международных и государств, то это имеет огромное значение. Ну и правда, те, кто пытался работать с местными источниками ресурсов, то ли это бизнес-структура, то ли это общество, то ли местная громада, местный бюджет, то там действительно нужно показать, почему именно ты и показать, что ты действительно являешься лидером и экспертом в той сфере, в которой ты попытаешься получить поддержку и дополнительный ресурс. Здесь у нас есть вопрос относительно того, разве не является развитие громады и защита прав человека не может ли соединяться в одном свободе, в одной организации. Ну, конечно же, мы приводили эти примеры только для того, чтобы актуализировать и подчеркнуть разницу в том, что то ли мы специализируемся в каких-то направлениях, то ли мы хватаемся за все подряд. Конечно же, если мы говорим про развитие громады, мы можем говорить здесь и о защите прав человека, и о развитии экологии, опять-таки, смотря какова акции и миссия этой организации в данном регионе и в данных условиях. И если организация занимается развитием в целом громады, то она может быть достаточно универсальной, но все-таки большинство организаций, они имеют специфику и специализацию, даже тот же самый украинский форум благотворительности. Нельзя сказать, что украинский форум благотворительности не занимается развитием громады. Форум благотворительности занимается развитием филантропии в громаде. И в то же самое время фокус идет на развитии идеи благотворительности, стратегической благотворительности и филантовии, а не специфических вещей, связанных в узкоспециализированном направлении в сфере прав человека или правосудия. Вполне возможно, что организация, которая работает в направлении развития права, конечно же, может и работать с правами человека. Эта организация проводит последовательную деятельность в громаде с защитой права бутылочек. Это было 7 лет, а это было бы интересно в нашей встрече, дискуссии и пригласить. И другие сектора из общества, чтобы от них услышать, в каких случаях они видят больше профессионализм в организациях и при каких условиях они готовы были бы либо присоединиться к реализации той миссии, которую имеет организация, или же финансировать деятельность, те или иные действия этой организации. Наверняка, если представители бизнеса, ну из нашего опыта скажу так, если мы обращаемся и пытаемся выстроить отношения с представителями бизнеса, они в первую очередь смотрят, кто мы такие, кто за нами стоит, насколько мы представляем интересы собственные или интересы сообщества, где пересекается интерес этого представителя бизнеса с тем, что мы предлагали, о чем мы хотим с ним разговаривать, куда мы хотим его вовлечь, насколько это воспринято со мной громадой, и стоит ли нам доверить свои ресурсы, и даже если речь идет не столько о финансовых, то может быть о регионных каких-то ресурсах, я бы так их назвал бы. В любом случае, потенциальный партнер на местном уровне хочет быть уверенным, что присоединяясь к работе этой организации, любым способом он присоединяется к чему-то очень важному, а не только поддерживать инициативу двух-трех людей, которые работают в этой организации. И опять-таки не секрет, что достаточно немалое количество организаций, профессионально работающие, нескольких человек, которые умеют разработать проект и, ну, скажем, условно так продать его, и потом реализовать его эффективно. Но большинство организаций все-таки стараются развивать гражданское общество и поддерживать целую сферу, и целый сектор, и лишь представляет интересы какого-то количества людей. Может быть, интересы общественных организаций, которые работают в направлении, скажем, там, демократизации на местном уровне. И таким образом потенциальному партнеру на местном уровне эта организация может быть интереснее, если за этой организацией стоит еще целый ряд подобных организаций. И это не 10 или не 20 членов организации, а это 10, 20, 30 организаций, у которых есть еще по 20, 30, 50 студентов. Вот и членов организации таким образом через одну организацию партнер получает доступ и взаимодействие, и сотрудничество с, не знаю, там, с 30 тысяч людей. Эти организации представляют интересы 30 тысяч людей. Насколько это важно и насколько это нужно, каждый должен принимать для себя это решение. Мы бы хотели еще поговорить о том, как же все-таки достигать этой последовательности, быть понятными, прозрачными и как вызывать доверие у потенциальных партнеров. Не обязательно это сделать и среди тех, кто владеет ресурсами. Доверие нужно и в общении, и в коммуникации с партнерами на местном уровне, и с другими общественными организациями и так далее. Давайте поговорим о некоторых инструментах. Если у вас, друзья, есть вопросы, то, пожалуйста, пишите о них. Мы будем сразу же стараться на них реагировать, но сейчас будем идти дальше. и предложим вам поговорить о том, что такое организация гражданского общества и кто есть ключевыми внутренними и внешними игроками в этой организации. На кого обращать внимание, на какие внутренние ресурсы и частично внешние ресурсы надо делать так, чтобы получить это признание, быть понятными, быть прозрачными и вызывать доверие у общества. Если же мы говорим про организацию, то мы можем говорить о том, что у организации есть органы предупреждения, в которые входят члены организации, члены правления организации, исполнительные органы. И тут важно понимать, где происходит управление организацией, а где происходит выполнение тех задач, которые стоят перед этой организацией. И мы бы предложили обратить внимание на вот это понятие, понятие обрядувания, системы управления. Врядувание не является то же самое и управлением с точки зрения менеджмента. Врядувание – это нечто более высокое, что стоит над системой менеджмента. Менеджмент – это как организовать процесс, чтобы достигнуть то, что ставится за целью организации и так далее. И мы можем говорить, что функциями или задачами, которые стоят перед врядуванием – это все-таки наблюдение за деятельностью организации, чтобы организация, как мы уже сегодня отмечали, не отходила от того, от той миссии, от тех целей, которые она перед собой поставила, разрабатывая стратегические планы, или создавая ее с организацией, чтобы была последована. Кто это будет делать? Есть руководитель организации, директор, у которого есть команда. И, конечно, всегда есть соглас и интерес, человеческий интерес, получить то же финансирование. И кто может понять и отследить, там, где сегодня есть возможность получить финансирование – это в рамках миссии организации, это то, ради чего организация создавала, или просто более доступный ресурс. Вот общий взгляд и наблюдение, я не знаю, как лучше на русском языке сказать, за деятельностью организации все-таки предстоит осуществлять структуру обрабатывания органов управления организацией. Кто отвечает за соответствие, за достижение цели самой организации? Не на уровне одного проекта. Проекты, они ведут к тому, что мы выполняем наши программы, и, выполняя программы, мы достигаем наших стратегических целей. Кто может сказать, мы достигаем их или не достигаем? Те, кто постоянно находятся в поле и работают, и выполняют те или иные задачи, проводят те или иные мероприятия, или же люди, которые входят в систему управления и могут отсидеть, насколько мы движемся в направлении достижения цели, или все-таки отклоняемся. Кто принимает решение в организации? Не на уровне того, как лучше достичь той или иной цели, а в принципе решение, куда будет дальше двигаться организация, что есть хорошо, что есть плохо и так далее. Вопросы подотчетности. Есть в системе управления страной. Есть законодательная власть, есть исполнительная, есть судебная. Если исполнительная отчитывается сама себе о том, что она достигла цели, не достигла, то как бы здесь много места и возможностей для того, чтобы манипулировать этими данными и говорить, да, мы достигли, но на самом деле и не достигли, потому что мы и делали, мы и проверили, как мы делали. Ну и, конечно же, вопрос делегирования полномочий – это то, что представляет собой систему обрядувания. Камера в камере будет в ту сторону, более светлая сторона. Говори, это доброе. Когда мы говорим про обрядувание, сегодня он также популярно и трендово говорит о том понятии, как належное обрядувание, и перед вами сейчас есть некоторые узнанки, характеристики належного обрядувания. Належное обрядувание подразумевает четко определенные полномочия в принятии решений. Кто принимает решения, какой орган в структуре управления организацией за что отвечает. Как распределяются функции этого органа обрядувания, и где находятся роли и функции системы менеджмента в организации. Каковы роли членов организации, вообще есть члены в организации. Каковы роли правления и каковы роли персонала. Во многих украинских организациях мы видим из нашей деятельности такую картину, что очень часто и правления, и персонал, это они и те же люди. Или находятся в очень близких отношениях между собой. И можем ли мы говорить о том, что по классике есть правление, которое определяет себе исполнительного директора, или же нанимает исполнительного директора, или группу топ-менеджмента, которая ответственна за реализацию миссии организации, выполнение того плана, который был утвержден. И если у них очень тесные связи, или, не дай бог, если это одни и те же люди, то кто может контролировать, как работает организация. И как донору потом можно доказать, что эта организация действительно эффективно работает, и там система управления настолько прозрачная, настолько понятная, что нету возможности для каких-то манипуляций, я бы так сказал. Ну и, конечно же, насколько в организации выстроена система прозрачности и подотчетности. Если никто не знает, что это за организация, чем она занимается, чем она занималась в прошлом году, никакие информации не возможно идти ни в интернет, ни в печатном виде, то, опять-таки, возникают вопросы, а что это за организация, почему именно с ней нужно работать, и сложно говорить о том, что это действительно эффективная организация. В чем же интерес и в чем полезность такого належного готования для организации? Ну, нам предлагается несколько вариантов, которые дополняют общую тему. Ухороны суспильных интересов, демонстрация честностей за охочение доверия, за обеспечение организационной стабильности, объективное принятие решений, сближение вероохидности, выполнение целей за удар, заповедание коррупции. По-моему, все эти, не знаю, как это назвать, характеристики, что ли, они достаточно важны для любой организации. И мы не можем быть устойчивыми, если у нас нет поддержки. У нас не будет поддержки, если нам не доверяют. А если, почему мы не могут доверять? Потому что мы непонятны. Потому что кто-то, или наоборот, хуже того, мы не то, что непонятны, а кто-то знает, что у нас неэффективно выстроена система, у нас непрозрачная работа. Или у нас имеет место внутренних конфликтов, или место конфликтов интересов. В частности, когда за организацией стоит правление, в правлении находятся люди, которые близки к тем, кто находится в системе исполнительной, в оконавчей дирекции. И где гарантии для донора, что профинансировав эту организацию, вдруг люди не договорятся и не достигнут правильно тех целей. Или вообще откажутся от выполнения этих целей. Доверие к организации не только из-за того, что они хорошо выполняют свою работу, потому что здесь исполнительный порт, но еще и доверие к этой организации, может быть, потому что в управлении этой организацией находятся люди, которые являются уважаемыми, которые не позволят организации делать так работу, чтобы запятнать их честь и достоинство. Ну и прочие моменты. На сегодняшний момент, правда, важность этого органа, но ее переоценить невозможно. Мы ее еще недооцениваем. Очень многие. Да, Анна, пожалуйста, добавьте, но я хочу именно акцентировать внимание, что мы недооцениваем очень часто насколько важно иметь именно независимый и эффективный орган управления организацией. Я как раз хочу продолжить на конкретном примере, с которым я столкнулась в последние 3-4 месяца в своей личной практике, связанной с событиями Майдана, когда в феврале месяцем, после 20 февраля собралась несколько фондов, организаций, частных инициатив бизнеса, которые по отдельности начали собирать деньги на помощь раненым всеми погибшим. И потом через Facebook мы увидели, что мы делаем одно и то же, что нам нужно как-то скооперировать, скоординировать, мы провели встречу, и мы приняли решение создать сначала инициативу совместную родину Майдана. И от этой инициативы начали целенаправленно собирать деньги. И вот там за первые 3-4 суток было собрано 30 миллионов, и до конца марта было собрано 50 миллионов гривен. Имеем ситуацию, которая продолжала, в течение этого периода развивалась, она потребовала, чтобы была создана, эта инициатива была не юридически не оформленная, не была создана. Уланда, общественная организация, собирали на счет одного из партнеров фонда Агромата Перерепимия. Но стало понятно, что сумма была собрана большая, она требует управления. К этой сумме предельно большой интерес общества, интерес журналистов, тех людей, компании, которые жертвовали. И надо, для того, чтобы правильно и прозрачно потратить эту сумму, чтобы сохранить это доверие, надо наладить систему управления и доверия к этой сумме. Это было решение создать управление, управление, в которое вошли руководители действующих фондов, либо руководители компаний, входит директор фондового Агромата Перерепимия, фонда Кожаного Детей, фонда поддержки развития искусств, Андрей Федоров, это компания Федоров, то есть люди, которые имеют свои результаты. И вот сегодня в обществе, в определенном круге, вот, и сегодня я вижу, и это очень легко понять, что именно веще этого управления, потому что сразу же появление это большинство денег начали проявлять попытки рейдерства, попытки влиять на эти собранные деньги со стороны совершенно непричастных людей, попытки какого-то давления. Именно наличие к своим учебникам, своим опытам, своим профессионализмам наладило на работу, смогло быстрее привлекать с стрессом массовой информации, с кабинетами мустров, с премьерами мустров, парламентом. Когда нам удалось построить такую и донести наконец-то свою стратегию и свое видение, вот эти средства начали уже сейчас работать, был проведен экспортный совет, как выплачивать, что идет семья, что идет на подружку ранее, что идет на семья людей, но заслуга вот этого и то, что это удалось собрать, это наличие вот этого управления, которое люди своей лепутации с одной стороны а, привлекали средства, б, показывали, заявляли, что они гарантируют правильное использование этих средств, и сегодня люди отчитываются перед обществом, реализуют программы. мы уже берем идеи консультаций на собственно, которые помогают технически реализовывать наши задумки, но все видение, все стратегии мы делаем в этом управлении. Это вот если говорить о частной инститиве, а с другой стороны это украинского у нас пропал друг, не вижу, чтобы наши коллеги реагировали, скажите слышно нас? Спасибо. Да, все прекрасно. Да, почему потому что нас не слышно. Уважаемые коллеги, спасибо у нас был технический возможный сбой, мы продолжим нашу тему, а можно продолжить? Ну и для его ярким примером работа правления является правления по хороану в корейсинге, почему в эту фанцию? И тут мы договорились поделиться опытом, потому что за мои 15 лет работала в неприбыльном секторе, когда я работала в нескольких организаций и являлась вам темом нескольких общественных благотворительных организаций, форум благотворителя это одно из тех мест, где управление действительно является действенным органом. Возможно, это связано еще с той особенностью, что форум является ассоциацией, где члены негативные отличаются от обычных общественных организаций ассоциации отличаются от обычных общественных общественных благотворительных но именовое руководение на самом деле очень важно и это значит нечего на организации потому что сегодня управление это тот орган, который действительно не дирекция. Дирекция может выносить свои предложения, свое видение, свои рекомендации, но всю стратегию, все направление работы, приоритеты это определяется правлением, это определяется членами, мы проводим постоянно конференции членов украинского форума благотворителей и именно вот эти люди, которые являются теми, кто определяет дальнейшее развитие организации. И как раз вовлечение дирекции членов управления уже потом в реализацию планов они как раз являются и то, как выстроена коммуникация между дирекцией, сотрудниками и членами и определяют степень влияния членов управления на развитие и вовлечения, и участия в развитии организации. Потому что слово участие управления в судьбе это наверное для меня является одним из ключевым. Потому что как бы дирекция не была профессиональна, но она ограничена в своих ресурсах, в своих возможностях. А каждый член управления, если он является профессионалом, он может использовать свои контакты, свои возможности, свои навыки, которые он может привнести в организацию. и поэтому сегодня очень важно, ну вот еще тоже для меня таким хорошим примером является фонд Восточная Европа, где является активное управление. Фонд Восточная Европа это не ассоциация, это вот просто фонд, ну не просто фонд, который был основан западными бизнесами, инструкторами, бывшим фондом Евразии, но сегодня он адаптирован к новому условию. И то, что сегодня он себе привлекает предвещение управления, он принял себе решение, что мы привлекаемся к управлению представителей западных компаний. И управление является топ-менеджеры бизнес-структур или информационных каких-то издаваний, которые помогают продвигать сам фонд в бизнес-обедах, потому что специфика фонда он помогает образовывать программы компенсивной социальной ответственности для бизнеса. И таким образом они выстраивают управление и вовлекают членов управления в свои беды, чтобы они могли продвигать, рекомендовать, ну и с третьей стороны поддерживать финансово этот фонд. Мне кажется, что здесь важно отметить, что если бы организация имела ресурсы и просто обратилась бы к представителю бизнеса, который, не знаю, к журналу или к медиа какой-то организации за помощью и содействием и заказала бы какой-то сервис и заплатила бы за это, это все равно не дает того, что может дать то же самое представительство этой организации, будучи в правлении, разделяя идею, понимая миссию, это что бы они могли дать со своей стороны будучи членами правления. Это невозможно купить даже заплатить за сервис. За сервис ты получишь там напечатанное или отредактированное или с дизайнированное какой-то какой-то продукт, но ты не можешь получить того, что может дать эта же компания, эта же организация, если она разделяет ваши ценности и миссии. У меня очень последний яркий пример, опять же, вот эта инициатива Рабина Майдан, когда у нас появились эти 50 миллионов, мы поняли, что нам нужно кто-то внешне, люди, которые бы тоже контролировали и предообществами декларировали правильность потраченных средств. Мы обратились к аудиторским компаниям, и вот компания «Размеял», она дала добро, что они готовы на волонтерских начала следить за этими деньгами. Начиналось наше первое соглашение именно следить, что они будут проводить аудит, вот они сделали в течение 30 дней, проверили, сколько поступило, общий публичный отчет, что да, сколько денег поступило, было потрачено на столько, все так. Но дальше начали развиваться, когда сотрудники компании начали работать более тесно с благотворительными фондами, они увидели вообще какие кассы есть, что у нас проблемы с лечением, переводом денег, что у нас проблемы там, мы не можем собирать смс-пожертвования, и юристы компаний уже на собственных началах, это не было нашей первоначальной договоренности, они говорят, а давайте мы посмотрим новый кодекс, а что нам нужно изменять, давайте посмотрим, а давайте мы сделаем законопроект. Мы получили союзника, и сегодня то количество вещей, которые дают нам Альсенбак, потому что людям стало интересно, они загорелись, они видят, что дело нужное, мы разрабатываем положение в конкурсах, в экспертных разных логичную законодательную базу, нам помогают в Медфине сегодня лоббировать постановление в Медфине, сейчас мы готовим к регистрации законопроект в Верховной Раде, это было неожиданно помощь от организаций, которая стала действительно мы стали вовлекать, которая прониклась идеей. И вероятно у нас до этого были некие контакты и знакомства с Энстон Янг, если мы говорим сейчас про Энстон Янг, но развитие союзничества, оно случилось благодаря, скорее всего, тому, что было конкретное поле для деятельности, для взаимодействия, начинали с одного и уже сотрудничество развилось. Потому что увидели результаты, мы вместе, что вместе мы можем для общества делать больше, и пусть Энстон Янг выделили сотрудников, которые исключительно работают, они получают заплаты там, но сейчас тратят рабочее время на благотворительность, на благотворительные организации. И это только один из элементов, один из участников системы пребывания и всего процесса. Что можно говорить, если их несколько? Я хотел бы привести только один пример, чтобы мы могли дальше двигаться. я вижу, что мы уже с 12 часов до 13 на 5 работаем, и обещали, что будет продолжаться длительность, будет около часа. Мы закончим за минус 20, я надеюсь, за 15-20 минут. Сейчас мы подходим к самому интересному, к примеру, и к тому, как же выстроить эту последовательность, как же выстроить эту коммуникацию, быть понятными, прозрачными, подотчетными. Я думаю, что ни у кого уже не возникает сомнений в том, что это действенные подходы, которые признаны во всем мире, и мы все больше и больше развиваем эти части нашей деятельности организации, такие как органы реагирования и как взаимодействовать с ключевыми игроками, сторонами, чтобы быть успешными и эффективными в достижении наших миссий. я могу сказать, что у нас в соревнованиях мы проходили ряд трансформаций, и одна из трансформаций касалась также системы вредувания. И мы имели в составе правления ряд людей, но мы понимали, что нам нужно изменять эту систему, совершенствовать ее. Разные были для того поводы и причины, но один из поводов и причин это все-таки понимание того, что организация должна вызывать доверие, должна быть понятной, и организация может выиграть, если управляют этой организацией люди с опытом и со знаниями, и те, кто могут потенциально дорожить тем, что делает организация. И соответственно мы должны соответствовать их ожиданиям в том числе. мы работаем в сфере поддержки фондов громад и пытаемся вместе с ними развивать в том числе место филантропии, локал филантропии. Мы пригласили, мы попытались найти путь и пригласили в управление директора центра филантропии Словакии. и те, кто работают в этой сфере, они знают, что центр филантропии Словакии имеет очень солидный и хороший опыт в работе, в развитии местной филантропии, в предоставлении услуг местному бизнесу и имеют хорошую репутацию и признание среди других игроков, в том числе донорского сообщества. мы предложили, пригласили и теперь у нас в составе направления находится директор центра филантропии Словакии. Также есть и другие люди, которые также представляют некую экспертизу в той сфере, в которой они находятся. И это помогает нам с большим эффектом готовить наши программы, потому что мы делаем предложение управления о том, что в направлении развития фондов громад мы бы видели еще то-то, то-то и то-то. И люди, которые понимают этот сектор и признаны в этом секторе, они дают свой вклад, они дают комментарии, они дают предложение как можно улучшить и усилить программу. Таким образом мы получаем нечто новое, чтобы мы не могли пребывать здесь на местном уровне, потому что там есть другой опыт и нужно использовать в хорошем смысле слова возможности привлечения важных и значимых людей в состав управления и иметь в будущем преимущество при работе и выполнении наших программ. давайте же посмотрим на модель независимого и належного и эффективного управления организацией в рядувании. Практически все организации имеют более-менее схожую структуру, есть соревнованные сборы, общие собрания, есть правления, есть исполнительные директоры, дирекция и органы, которые контролируют, причем на сегодняшний день этот орган является обязательным, но эффективное обрадование говорит о том, что должен быть такой орган, который может контролировать и к которому можно обращаться в случае того, если нужно подтвердить то или иное действие связанное с этой организацией. И мы понимаем, что наибольшим органом управления организацией являются общие собрания. И общее собрание, по сути, мы можем говорить, что это члены организации. И нельзя недооценивать эту роль. Одно дело, когда мы предлагаем обществу нашу организацию и говорим, что мы представляем интересы пяти человек, это не совсем то же самое, что когда мы предлагаем обществу нашу организацию и говорим, что за за нами стоит 2-3 тысячи активных людей, которые находятся в этой громаде. Это уже разный подход к организациям. И европейские организации, особенно скандинавские организации, даже Великобритания, они имеют многочисленное членство. И это помогает организации быть влиятельными. влиятельно и действительно если организацию поддерживают и возможно даже уплачивают членские взносы скажем 5 тысяч человек, то уже есть смысл думать о том, что и говорить о том, что организация является полезной и ее деятельность интересна большому количеству людей и другие люди могут доверять этой организации, потому что уже 3 или 5 тысяч организаций доверилось именно этой организации. И загранные сборы определяют правление, поскольку невозможно собирать все время 3 по 5 тысяч людей, естественно, хотя есть инструменты, которые позволяют проводить эти сборы достаточно регулярно. Ну и правление уже выбирается для того, чтобы управлять организацией между собраниями загранили сборов и для повседневного управления выбирается исполнительный директор, который формирует команду, для того, чтобы достигать тех целей, тех основных задач, которые ставятся перед этой организацией. Можно сказать, что в Украине это классическая модель, как она должна работать, в Штатах, когда собирается группа людей, которые хотят решить какую-то проблему, и они говорят, ага, мы задаем организацию, мы становимся членами, мы выбираем себе управление, мы ищем себе директора. У нас чаще всего получается, что сначала появляются директора, которые приходят их идеи, но все равно вам нужно учиться и опыт показывать, те организации, те директора, которые у них получается дальше предоставить управление, предоставить членов, сделать организацию действительно общественной представляющей группой, она становится более жизнеустойчивой, она становится более последовательной, ей легче доносить свои коммуникации, свои цели, свое видение и привлекать ресурсы. То, что последовательность гарантируется, это точно, я думаю, что и в вашей жизни наверняка были ситуации, когда дирекция хотела предложить нечто большее, чем видела правление, и нужно было искать, кому правиться, все-таки правление является управляющим этой структурой, и прислушиваться к ним нужно, но они все-таки гаранты того, что организация имеет свой сектор и движется в этом направлении, а не распределяет свою деятельность на все. Либо организация должна принимать решение, что она расширяет свой круглазур, либо организация должна держаться в рамках. Спасибо. Мы уже говорили о том, что есть органы управления организацией, и есть органы, выполняющие уже текущие цели и задачи, и это управление, это будет исполнительный орган, который часто представляет представляется дирекцией, или директора, который нанимает приглашать к себе сотрудников на платной основе, на какой-то основе, это уже у каждой организации индивидуальная система мотивации, но тем не менее есть исполнительный орган, который выполняет уже те задачи, которые стоят перед организацией. мы для того, чтобы сэкономить время, не будем говорить о цикле управления управлением правительственного органа, презентация доступна будет онлайн, и можно будет увидеть, как работает система подочеркности, разработки политик, разработки стратегии, и над над деятельностью, за результатами работы организации. Модель належного предупреждения представлена еще перед вами в табличке, и можно увидеть, какая структура, какой элемент обновленно предупреждения, за что несет ответственность. И мы видим, что конечно же наивысшим органом является загальный сбор, но все-таки вопросы годовых планов, бюджетов больше все-таки лежат под контролем правления, загальные сборы утверждают общую картину. Я бы хотела подкоммуницировать, возвращаясь к последовательности, стабильности работы организации и коммуникации своего видения, что наличие качественного, то что мы проходили тренинги, стратегии, стратегический план, годовой план, бюджет, это должно быть в организации, и мы должны к этому прийти, что это те инструменты, которые помогают коммуницировать с обществом и показывать, и доказывать его обладатель, и доказывать, свою последовательность. Это как раз те доказательства, на которые говорят, ага, вот это планы, это наше действие, это наши стратегии, оно все взаимосвязано, и это то, что является показателем, что мы организация, которая ориентирует на результат, на какой-то фокус, и она помогает нам и является показателем наших экспертиз. То есть нам нужно учиться и в мудрях, доноры заставляют делать нас насильно, мы это должны уже делать самостоятельно. Если организация станет нормальной естественной практикой, то это говорит, что организация зашла уже до какого-то действительно экспертного уровня развития. Если в вашей практике еще этого нет, и вы не чувствуете необходимость, значит, делайте, начинайте это насильно, для того, чтобы потом оно перерошло в практику. Организации, с которыми мы работаем, мы видим, что когда-то, несколько лет назад мы пытались им рекомендовать, что, пожалуйста, будьте открыты. Если общество будет видеть, как у вас все устроено, что вы делаете, и что все, к чему общество может быть привлечено через вашу организацию, возвращается в это же общество и изменяется жизнь к лучшему, а не просто жизнь вот этих людей, которые находятся в этой организации, то это совсем другое отношение и другие возможности для самой организации. И мы видим, что уже регулярно публикуются отчеты, годовые отчеты, в годовых отчетах можно найти информацию, каковы были программы, кто управляет организацией, кто входит в право в правление, кто входит в экономичную реакцию, откуда были, откуда были, каковы источники финансирования, как они были расходованы, в процентах или в суммах в цифровом выражении. Это правда. Ты берешь отчет и, во-первых, ты, взяв два отчета, можешь сравнить прогресс организации, во-вторых, ты видишь, что здесь все действительно прозрачно и ты можешь понять, что это за организация и, соответственно, выбрать ее как ту, которой стоит доверять и которой стоит примкнуть. Самая сложная задача только написать план, но заставит организацию в течение года, двух-трех ему следовать. Как бы не было сложно, нет ресурсов, но если вы знаете, что вот эта задача, которая стоит в плане, она важна для приведения к той цели, значит, вам нужно упорно идти и работать на ней, потому что, если делается план, который направлен на достижение цели, а потом от него просто легко отказывается, потому что нет ресурсов, значит, это говорит о том, что у вас нету последовательности, у вас нету стратегического видения, у вас нету целеустремленности, и это снижает ваш шанс действительно выйти на следующий уровень развития организации. Это очень правильный момент, выйти на следующий уровень развития организации. Мы можем быть хорошей организацией, но мы можем уже быть и в состоянии стагнации, когда мы достигли какого-то уровня и все, и застряли на этом уровне, а другие уже идут дальше, формируют эффективное, прозрачное управление, приглашают туда важных людей, ведут с ними коммуникации, у них появляются новые возможности, готовые отчеты печатают, проводят публичные мероприятия, а мы хорошей организацией, и уже становится время, когда ты начинаешь понимать, а мы были хорошей организацией, а дальше мы уже не успеваем. Надо быть на острее и следить за трендами и двигаться туда. Сегодня тренд, конечно же, будет хорошо организованной организацией. Какие есть наиболее распространенные проблемы, связанные с обрадованием? Ну, то, что считается, что это бюрократии, юридические какие-то требования, хотя я бы не сказал, что в обрадовании дозивнию бюрократию и юридические умолки. Тем более, что законодательство у нас достаточно богосклонное с точки зрения законов, нет такой структуры четкой и четких обязательств. органов пребывания. Это уже больше сегодня отдано нам, это больше от нас зависит, как мы можем выстроить эту систему пребывания. Распределение полномочий между главой управления и исполнительным директором. Есть эта проблема, в процессе развития структуры вредования все становится на свои места и каждый начинает выполнять свою роль. О том, каковы роли, мы будем говорить попозже и в следующих наших встречах. отчетность друг к другу. Исполнительный орган должен перед кем-то отчитываться и не только перед громадой. В первую очередь он должен отчитываться перед органом, который называется правлением. Роль управления. Трудно было сегодня определить роль управления, особенно если мы не имеем этой культуры эффективного ритуания и правление часто было номинальным для бумаги или для донора. Застарили баченные цели в статуте организации. Новое время требует соответствующей коррекции вставных документов и, конечно же, нужно вносить подтягивание то, написано в наших устранных документах, как на самом деле устроена и работает организация. Сегодня есть возможность бесплатной перерегистрации в связи с тем, что в прошлом году, даже уже в позапрошлом году, вышел новый закон про объедование не громадян и мы имеем возможность бесплатно перерегистрироваться. Ну и отсутствие документации, которая бы поясняла, как должен жить этот орган требования, это действительно является сложностью, но мы уже сегодня говорили, что мы можем показать один из документов, который описывает некоторые основы того, как выстроить эффективное управление организацией, которая была разработана в Украинском форуме благотворителей. ну и конечно же есть много других доступных источников. Спасибо. Итак, мы поговорили о том, насколько является трендом, насколько полезно и важно иметь эффективный орган управления организацией, взаимодействовать, вести коммуникацию со всеми ключевыми сторонами, тем самым приобретая определенные качества, которые помогли бы нам работать эффективнее и быть немного дальше, чем другие, быть уже таким примером для других организаций. И мы говорили о том, что важно быть последовательными и достигать их целей, ради которых мы создавали наши организации, если это мы создавали организации, в тех, в которых мы работаем. Ну и давайте задумаемся теперь, а кто в вашей организации, в вашей организации, в нашей организации представлен ворони в Ротландии. Это известные люди, которым доверяют, не знаю, как фонд политического громада, кто там является председателем управления. Виктор Бронюк и Мусран доверяют винницкая громада, но не только винницкая. Там есть и другие люди, которые представляют местные чатные издания и разные и другие ключевые стороны виничены. Профильные эксперты, как я приводил пример, с центром филантропии, они находятся у нас в управлении, они эксперты в той теме, в которой работает наша организация, и мы получаем определенные бенефиты от того, что они у нас есть. представители громады, мы работаем для этой громады, мы знаем, что мы для нее работаем, а на самом деле у нас в правлении из громады есть только мои друзья, нужно отвечать себе на эти вопросы. И присутствует ли целевая группа организации, мы работаем в этой громаде, но у нас есть какой-то фокус все-таки, для кого мы работаем, а присутствуют ли они у нас в органах, не знаю, среди членов организации, среди органов управления, может быть, в контрольно-ревизионную комиссию входят, для того, чтобы мы с ними связь. Я думаю, что эти вопросы не о личностях и о том, но о том, что мы должны задавать себе и чтобы мы могли понимать, насколько мы действительно имеем репрезентативную структуру и соответствующие органы. Если клиенты нашей организации, целевые группы, принимать ли они участие в жизнедеятельности нашей организации, планируют, кто разрабатывает проекты, откуда идут эти идеи. Мы взаимодействуем с громадой, если мы среди нашей целевой группы ряд общественных организаций в регионе, и мы работаем, готовим какие-либо проекты и программы для того, чтобы дать, не знаю, если мы развивали капусте, развиваем для них программы, спрашиваем ли мы о них, есть ли у нас инструменты обратной связи, как с этими организациями, чтобы те проекты, которые были действительно эффективными и работали на потребности этих организаций, они на наши интересы, наши потребности, как людей, которые думают, что знают проблемы и потребности этих целевых групп. Насколько мы действительно имеем инструментарий для того, чтобы вовлекать и взаимодействовать с целевыми группами. Извечаем ли мы потребности наши, но мы об этом только что говорили. как раз как пример мы очень видим сейчас этот проект, который подается в том числе изменение налогового дохода физических лиц, потому что сегодня перед благотворительной организацией не знаем проблема, у нас если 1700 гривен идет выше на помощь, она облагается от 15 до 17 процентов в год. Для того, чтобы понять, каким образом изменить этот закон и эти нормы, потому что подходов может быть разное, множество, форум благотворителей мы в течение года проводили специально, как бы нам это сложно не было и как это не напряжено, мы понимали, что это нужно достичь понимания в секторе, мы проводили корпус-группы, мы проводили корпус-столы, мы обращались индивидуально за консультацией, для того, чтобы выйти на законопроект, это был тот законопроект, который бы отвечал потребностям и украинских фондов благотворительных организаций, потому что если наше видение сначала было одно, то пообщавшись с другими, послушав опыт каждого, мы пришли к совершенно другому видению и это очень важно сегодня, для того, чтобы проект стал эффективным и он принес результат, а сегодня мы говорим о том, как тратиться деньги, как делать работу, а мы говорим об эффективности, и это сегодня становится трендово, это важно для бизнеса, для привлечения новых ресурсов, эффект достигается тогда, когда правильно вызначена от проблемы, нужда, и уже планирование и решение идут согласно вот этим выстроенным потребностям. Я сейчас вспомню пример, когда мы реализовывали программу развития гражданского общества в Киеве и выбранных регионах Украины, и у нас был конкурс проектов, и был профинансирован один из проектов, связанный с тем, чтобы обеспечить доступ для людей, которые колясочники к основным местам, больницы, продовольственные магазины, еще что-то, и решили в рамках этого проекта те, кто его разрабатывали, что нужно обустроить бамбусы, выделили финансирование, привлекли ресурсы этого донора, привлекли ресурс местного бюджета, разработали программу, выиграли конкурс, начали реализовать, им было предложено провести изучение потребностей, а где нужно разместить все-таки эти пандусы, и оказалось, что пандусы нужно разместить только в двух местах, а не запланировать более 20, на самом деле только в двух местах понадобилось, поэтому взаимодействие с клиентами и с целевыми группами очень важно для того, чтобы не попадать в такие ситуации, когда потом донору нужно объяснить, что оказывается не изучили потребности на самом деле. Это прямое последовательство вашего профессионализма и экспертной уровня вашей организации? Да. Ну, мы уже будем подходить к завершению нашей встречи, тем не менее, хотели бы поговорить еще о некоторых механизмах обратной связи, как какого есть практика. Давайте потратим еще буквально 5-7 минут для этого и будем завершать нашу встречу. Итак, есть ли у вас какие-то инструменты, которые вы используете, которые уже всегда зарекомендовали для того, чтобы все-таки обеспечить это взаимодействие и коммуникацию с правлением, с членами организации и целевой аудиторией? Может быть, какие-то рекомендации из вашей практики, что вы видите, что наилучшим образом работает? Нет, с правлением это постоянное, то, что это уже является частью моей работы как директора. Я знаю, что я раз в месяц минимум я информирую правление о том, что происходит. И если возникает форс-мажерный обстоятельств, я сразу же информирую. И таким образом даже для меня я не беру всю ответственность на себя как директор, потому что правление это еще высшестоящий орган. И делясь с проблемами с кем-то, ты разделяешь эту ответственность между вышестоящим органом. И намного легче принимать решения и находить эти решения. Поэтому коммуникация электронной почты обновления обновления членов форума это постоянное приглашение на мероприятия. То есть своих членов у нас есть уже группы электронной адреса группы партнеров важных людей, которых нельзя заплатить. Рассылки? Рассылки, да, они есть. Плюс у нас есть еженедельные рассылки среди наших стейкхолдеров. Это более уже 5000 подписантов в наши вестники. Таким образом мы доносим эту сообщение. То есть вы провели анализ заинтересованных сторон стейкхолдеров. У вас есть понимание того, кто является важным для вас. И у вас есть может быть даже стратегии в общем случае понимание того, как взаимодействовать с каждым из этих стейкхолдеров. Кому, когда, что отправлять. если нам нужно донести в публичную какую-то сферу проблемы, то у нас есть список журналистов, редакторов, мы уже быстро знали «Украинская правда», «Зеркала недели». У вас есть списки и контактные лица, с которыми вы уже наладили отношения. И они уже знали что если мы шлем информацию, то она решит проверенная, что это экспертализация, что ей можно доверять. И они тогда публикуют и дают и дальше эта информация идет на вне. Поэтому коммуникация как бы не было сложно сегодня, а это сложно, это дополнительная нагрузка, потому что пиар-менеджеров мало кто себе может позволить, но тогда нужно делить хотя бы между персоналом тем, который есть сегодня, маленькую, пусть это будет одна десятая часть рабочего времени, но тратить время на коммуникацию это важно. Без коммуникации сегодня трудно построить свою прозрачную работу и получить доверие. Ну и в любом случае, если я так зайду в свободные стороны, то это прямые союзники, если они не знают, чем вы занимаетесь, и где они сегодня могут быть привлечены, или где их интерес лежит, они могут сами инициировать какую-то активность, без взаимной связи, без коммуникации невозможно донести эту информацию и использовать эту возможность. Окей, это интересно, что у вас проведен анализ стейкодера, у вас выработана коммуникационная стратегия, и у вас работает... Анализ супер. Если взять, например, фонд Ахметова, который есть, то эта коммуникационная стратегия, она расписана на несколько страниц, и направлен на каждую категорию, на каждое да, но в ходе есть, да, это все зависит от размеров и ресурсов организации, но то, что это должно быть увеличение, это уже важно, это нужно понимать, и для этого нужно работать. Пусть это будет минимальный стандарт. из рекомендаций, которые на сегодня можно еще сделать, это, конечно же, проведение организационного аудита. Организационный аудит может показать, чего в данный момент организациям не хватает, где тот образ организации через какой-то период времени, как ему прийти. Организационный аудит покажет, что в нынешнем день есть, идеи, мечты о том, где вы хотите быть, вы уже можете спланировать с этой основой, как вы туда придете и проведете соответственно либо новое стандарт. Легическое планирование, либо будут разработаны соответствующие документы, процедуры, политики, пособия, которые позволят стать более сильной организацией и быть лидером, потому что другие этого еще не делают. И тем самым быть не только лидером и примером, но и быть организацией, которая быстро и активно действует, поскольку умеет обеспечить эти коммуникации и информировать и вовлекать соответственно ключевые заинтересованные стороны, партнеров, правлений и так далее. Ну и вот это вовлекательное, оно может быть основано на так называемой еще и лестнице участия, это уже из вовлечения общественности в процессе принятия решения, но тем не менее там есть четыре основных уровня спросить, сказать, обсудить и решить. И на определенном этапе можно использовать, если это уровень самый начальный, это просто проинформировать, мы просто говорим о том, что мы хотим сказать тем или иным людям, мы можем что-то спросить и использовать анкеты, Google, док, другие инструменты для того, чтобы выяснить мнение. Наша организация так и делает. Если у нас идет программа или мы запускаем программу, мы делаем анкетирование и оно доступно онлайн, и люди в свободное время отвечают на несколько вопросов, насколько они удовлетворены нашими услугами, какие из основных видов деятельности того или иного проекта им наиболее полезны, что бы они рекомендовали бы изменить и какие у них есть другие потребности, ну и так далее. У нас есть этот инструментарий и он позволяет нам анализировать, насколько мы действительно сегодня интересны и нужны нашей целевой аудитории и какие могут быть новые идеи для будущих проектов и тем самым мы можем улучшать эффективность нашей работы. Ну и, конечно же, механизмы, позволяющие усилить и улучшить уровень градования. Давайте еще познакомимся с некоторыми рекомендациями. практичные шаги вперед. Давайте подумаем с точки зрения своей организации. Какие неотложные шаги мы могли бы сделать для того, чтобы улучшить систему вредования в организации? Какие более долгосрочные мероприятия можно предложить? Какие могут возникнуть сложности и как их можно преодолеть? можно это обсуждать с членами организации, можно с другими организациями и тем самым расти и улучшать работу своей организации? Конечно же, нужно обсудить функции исполнительного директора, головы правления, роли и обязанности правления, состав правления. У кого-то три человека, у кого-то 30 человек в составе управления, кто создает попечительский совет на ряду условным управления, определить уровень вознаграждений и мотивации главы членов управления, вознаграждений и зарплаты, конечно же, мы не можем говорить. Каковы роли членов организации и какова роль загармин сбори, это все должно быть отражено соответственно в уставе, и тогда уже минимальные шаги по совершенствованию системы обрядования будут уже пройдены и организация будет выглядеть уже лучше. Какие могут быть инструменты? Это обновление устава организации, дивидирование полномочий и компетенций, перераспределение между всеми элементами систем управления организацией, разработка соответствующих должностных инструкций, обсуждение и разработка соответствующих процедур, политик, пособий, определение как бы осуществлять коммуникацию и как задокументировать все эти этапы, включая принимаемые решения, осуществление контроля за их выполнением и другие аспекты деятельности. Мы в презентации оставим ссылки, по которым можно ознакомиться с некоторыми нашими инструментами, анкетами, с результатами анкет, которые мы используем, чтобы сейчас экономить время, они будут возможно кому-то полезны. Спасибо. Таким марафоном за 1 час 40 минут. Спасибо. Я понимаю, что вы уже тоже спешите и все вы уже устали, но мы хотели поговорить на эту очень важную тему, разговоры о которой периодически всплывают, но поговорить и о примерах не всегда удается и особенно не всегда удается обвиняться какими-то практиками и советами и рекомендациями. Мы вам благодарны за то, что вы присоединились к нашей встрече. Мы надеемся, что это было полезно для наших участников и мы смогли раскрыть тему, связанную с тем, что такое система коммуникации и взаимодействия с ключевыми внутренними и внешними системами, связанными с управлением, с продвижением организации, обеспечением устойчивости благодаря тому, что организация может быть понятной, прозрачной, последовательной, стратегичной и структурой, к которой можно доверять. И самое важное, что эта организация имеет шанс быть не такой, как и другие, а не такой, как и другие, скорее всего, значить более успешной и, скорее всего, более влиятельной на местном уровне. Может быть, Ваше пожелание, рекомендации нашим слушателям? Мое пожелание одно. Все-таки принять как должно, что должны быть базовые стандарты деятельности организации, которые касаются наличия правления, наличия стратегии, наличия планов, коммуникации. Это не просто теория, это не просто какие-то мифы, которые существуют, что это действительно правильная практика, которая должна быть воплощена. И если это быстро, действительно, тогда можно говорить о Вашей организации, о той, которая имеет будущее, которая имеет возможность роста и развития, действительно, стать значимым элементом гражданского общества. Спасибо большое, Анна, Андрей, если какие-то пожелания, рекомендации, комментики, мы понимаем, что камера уже ушла в сторону, но тем не менее, звуки стали. Это будет еще одна рекомендация, потому что сложно назвать рекомендацию в бизнес-секторе, что лучше кросуватися повильно, но последовательно и тогда будет больше успеха, чем кросуватися какими-то скачками, и досягать успеху великого, а потом снова спадать. Я думаю, что для громадских организаций, это тоже может быть как такий урок, чтобы лучше думать повильно, но последовательно и перекрасываться до своей мети, мы получим грант на 100 тысяч, и очень радуемо, а потом 5 лет мы получим 10 тысяч грантов, потому что куда-то не туда взяли курс. И соответственно мы можем от этой аудитории удивляти их потребы, если мы такими скачками. Спасибо, Андрей. уважаемые коллеги, я вижу, что вопросы вы не пишете, вероятно, их на данный момент нет, или уже ограниченное время, и пора заканчивать. Мы можем договориться о том, что мы сможем продолжить наше общение либо через систему вебинаров, либо через встречи, которые мы регулярно проводим, мы называем спиренотом практики, когда люди в практике собираются в одном месте и обсуждают важные для организационного развития и для повышения влияния организации на местном уровне вопросы, темы, и мы с удовольствием пригласим всех заинтересованных, только дайте знать о том, какие темы, и кто хотел бы принять участие в таких встречах, мы обязательно отреагируем и проведем соответствующие встречи за теми темами, по тем темам, которые вам будут интересны и полезны, и с привлечением и вовлечением тех людей, которых вы рекомендуете, и, конечно же, непосредственно вас самих. Я благодарю всех за то, что мы были сегодня вместе, запись этого вебинара будет доступна онлайн, мы надеемся, что и звук, и свет, и видео будет доступно, и у меня перед экраном вот жиночки спектривы, спасибо вам, что вы выведены нам, нам это говорит о том, что вам это было либо интересно, либо полезно, но, во всяком случае, вы были с нами, как и другие участники, кто сумел подключиться. До новых встреч, ждем ваших вопросов, комментариев и рекомендаций. До свидания. До свидания.